Вот здесь и есть границы. Здесь все дачи, вот на учебный центр. Уже начинается этот Петровский туда дальше. Вот так на глаз сказать, где начинается и кончается Талин, а деревня, наверное, сможет каждый. Документальное же обозначение границ населенных пунктов и занесение этих данных в Росреестр в республике как будто столкнулось с камнем преткновения. Сейчас сведения о границах есть только на каждый десятый населенный пункт. Из 12 тысяч территориальных зон в реестре отразили лишь 15, а границы республики в кадастре и вовсе отсутствуют. И вследствие этого есть земля, которая неизвестно кому принадлежит. Такой участок, например, в районе предполагаемой неотмежованной границы с Ульяновской областью. Эти белые пустоты для налогообложения не существуют. Самое главное, что люди страдают от этого. Люди сейчас по несколько месяцев ждут выписок, приходят к нам, мы подтверждаем, а то меняем. Сегодня на коллегии Алексей Писошин поручил местным властям и профильным ведомствам расторопнее заняться разграничением. Здесь Минстроя республики, Минземоимущество республики. Необходимо организовать работу муниципалитета в данном направлении. Претензии к органам местного самоуправления возникли в деле регистрации прав на недвижимость граждан. По новому законодательству это стало не правом, а обязанностью чиновников. Однако на деле мало что изменилось. Донять заявителей, а не обращаться самим, к сожалению, продолжает оставаться общей практикой работы многих исполкомов. В отношении органов местного самоуправления мы подготовим протокольное поручение об организации работ по самостоятельному обращению за государственным кадастром, учетом и регистрацией прав. Облегчить оформление документов также призвано большее число многофункциональных центров. Еще торстатцам советуют чаще пользоваться электронными сервисами. Дмитрий Арийн, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова